Крест в центре Это была незапланированная встреча, мы не планировали обсуждать никакие конкретные темы, но как-то само собой получилось так, что мы заговорили о проблемах церкви Церкви в общем И мой друг сказал, что на витрине церкви сегодня выставлено такое огромное разнообразие разных благословений, что люди начинают забывать о кресте Повторю это еще раз На витрине церкви сегодня выставлено такое огромное разнообразие благословений, что люди начинают забывать о кресте Вы знаете, эти слова запали в мое сердце Я начал размышлять о том, чем питаются современные верующие Обо всех этих учениях об исцелении, освобождении, преуспевании, браке, семье и так далее И я ни в коем случае не хотел бы сказать, что это неправильно Я сам учу на все эти темы Но дело в том, что без креста все это не действует Все эти учения могут действовать только благодаря силе креста Если мы потеряем из вида крест, то все эти учения превратятся в тяжкие бремена, которые мы не в состоянии исполнить И когда мы видим свою несостоятельность, мы низводим божественные стандарты до человеческого уровня Чтобы исполнять хотя бы что-то Но это не угодно Богу В качестве вступления к этой теме я хотел бы прочитать слова апостола Павла, которые он говорит в 1 Коринфянам 2 главе С 1 по 5 стих Мне по-особенному нравятся две первые главы 1 послания Коринфянам Потому что там противопоставляется божественная мудрость и мирская мудрость Под мирской мудростью Павел подразумевает в основном греческую философию того времени До своего обращения к Богу, я в течение семи лет изучал греческую философию в Кембридже И поэтому мне по-особенному поднятны слова Павла, сказанные в адрес греческой философии и философии в смысле человеческой мудрости в целом Судя по словам Павла, я могу сказать, что он довольно хорошо ориентировался в греческой философии Павел был высокообразованным человеком на то время Но тем не менее, в этих стихах он говорит поразительные слова Он говорит, я рассудил быть у вас не знающим ничего Эти слова прозвучали бы очень странно из уст любого человека, и тем более еврея Потому что исторически известно, что евреи всегда гордились своими знаниями Поэтому, когда высокообразованный еврей говорит, я рассудил бы быть у вас не знающим ничего, тут стоит задуматься Давайте прочитаем 1 Коринфянам 2 главу с 1 по 5 стихи И когда я приходил к вам, братья, в Коринфскую церковь, я приходил возвещать вам свидетельство Божие не в превосходстве слова или мудрости Ибо я рассудил быть у вас не знающим ничего, кроме Иисуса Христа, и притом распитого И был я у вас в немощи, и в страхе, и в великом трепете И слово мое, и проповедь моя, не в убедительных словах человеческой мудрости, но в явлении духа и силы Чтобы вера ваша утверждалась не на мудрости человеческой, но на силе Божьей Эти слова нужно рассматривать в историческом контексте 18 глава книги Деяний посвящена служению Павла в Коринфе В предыдущей, 17 главе, повествуется о служении Павла в Афинах На то время город Афины был важным центром науки и философии И центром человеческой мудрости Оттуда берет исток современный гуманизм И совершенно неожиданно Павел обращается к этим людям на языке их понятий Он общается с культурной и социальной элитой Афин на языке философии И даже цитирует греческого поэта Такой стиль проповеди имел мизерный успех Всего несколько человек обратилось к Богу Я не берусь судить, прав был Павел или нет Но из Афин он отправился прямо в Коринф Бывший в то время крупным портовым городом Который, как и любой порт, кишит всякого рода жульем, проститутками, гомосексуалистами, всевозможными извращениями И где-то на пути между Афинами и Коринфом Павел решает забыть все свои знания И не знать ничего, кроме Иисуса Христа И при том распятого Результаты были потрясающими Весь город пришел в движение Все только и говорили, что об имени Иисуса И как утверждают историки Коринфская церковь насчитывала около 25 тысяч человек Совсем по-другому, чем в Афинах Как вы думаете, что привело к переменам? Проповедь Иисус Христос распятый Позвольте мне прочитать выборочно некоторые стихи из 1-го послания Коринфона 1-й главы Это и мое свидетельство тоже Как я уже говорил, я 7 лет изучал греческую философию И другие виды философии Современную философию И модную тогда лингвистическую философию Логический позитивизм Если вам это о чем-то говорит Я учился у самого Людвига Виттенштейна Отца лингвистической философии Это был замечательный человек Но, к сожалению, в Бога не верил С 18-го стиха 1-й главы 1-го послания Коринфянам Все в точности описывает мою биографию Ибо слово о кресте для погибающих юродства есть А для нас спасаемых — сила Божья Ибо написано «Погублю мудрость мудрецов, и разум разумных отвергну» Где мудрец, где книжник, где совопросник века сего? Не обратил ли Бог мудрость мира сего в безумие? Ибо когда мир своей мудростью не познал Бога в премудрости Божией То благоугодно было Богу Юродством проповеди Спасти верующих Это мое свидетельство Своей мудростью я не мог познать Бога в премудрости Божией Но когда я услышал юродство проповеди И поверил Я спасся И поверьте мне Для выпускника Кембриджа Пойти в Пятидесятническую церковь И слушать проповедь бывшего таксиста Которому почему-то понадобилось во время проповеди Вылезти на скамейку Которая его не удержала И они с грохотом упали на пол То это настоящее юродство Лучшего и не придумаешь Но через это я спасся Не в тот же вечер Но через это Бог привлек мое внимание к себе А теперь позвольте мне привести вам Несколько причин Почему крест должен находиться в центре нашего внимания И почему ничто другое не должно претендовать на его место Ни в церкви в целом Ни в наших жизнях Я коснусь шести аспектов креста Три на этом семинаре И три на следующем Но, во-первых, во избежание недоразумений Я хочу пояснить, что я имею в виду под словом «крест» Я понимаю, что для некоторых из вас крест — это то, что носят на шее Или прикрепляют на стену Я ничего против этого не имею Это нормально и приемлемо Мне нравится, когда люди носят крестики В таких местах, где о Боге не принято говорить Само по себе это уже как немое свидетельство Но сейчас я говорю не об этом Сейчас я говорю о жертвенной смерти Иисуса на кресте за наши грехи И о всем, что было этим достигнуто Все это глубокое понятие Я для удобства сжал в одно емкое слово — крест Первый аспект креста, о котором я хочу поговорить Заключается в том, что он является совершенной и вседостаточной жертвой Об этом мы можем прочитать в послании к евреям 10 главе 14 стих «Ибо Он, Иисус, или Бог, ибо Он одним приношением навсегда сделал совершенными освящаемых» Имеется в виду, что своей жертвой на кресте Иисус... Простите меня После первых двух часов обычно становится легче Иисус полностью покрыл все наши нужды Всех людей, везде и во всякое время Это уже совершилось В начале этой же главы Приводится противопоставление между священниками Ветхого Завета И Иисусом, принесшим самого себя в жертву Богу О ветхозаветных священниках написано, что они ежедневно стоят в служении Они стоят, тем самым говоря, что их служение еще не закончено Сколько бы жертв не было принесено, этого все равно недостаточно Но об Иисусе написано, что Он, принеся одну жертву за грехи, навсегда воссел одесною Бога Почему Он воссел? Потому что дело сделано Потому что своей жертвой Он покрыл все нужды человечества Значение этой жертвы было пророчески описано пророком Исаии еще за 700 лет до того, как это произошло В 53 главе пророчески предсказывается наше искупление И хотя имя Иисуса здесь не упоминается, только Он соответствует этому описанию В 6 стихе Исаия говорит «Все мы блуждали, как овцы, совратились каждый на свою дорогу И Господь возложил на него, на Иисуса, грехи всех нас» Проблема человечества Всех И европейцев, и русских, и африканцев, и азиатов Всех без исключения Наша проблема в том, что мы заблудились как овцы Совратились каждый на свою дорогу Мы отвернулись от Бога и пошли своими путями Библия называет это грехом Хотя в оригинале используется очень сильное по значению слово, которое точнее было бы перевести как «бунт» Бог возложил на Иисуса бунт всего человечества Также это слово включает в себя и все пагубные последствия бунта и наказания за бунт Именно поэтому жертва Иисуса совершенна Бог возложил на Иисуса и наш бунт, и последствия бунта, и наказания за бунт Говоря простым языком Все зло, которое по праву должно было достаться нам Досталось Иисусу Чтобы все добро, полагавшееся Иисусу за Его безупречное послушание, досталось нам Это очень-очень просто Все зло впало на Иисуса, чтобы все добро досталось нам Иисус совершил это своей жертвой В Исаии, 53 главе, 10 стихе, пророк продолжает Он говорит, но Господу угодно было поразить его И он предал его мучению Когда же душа его принесет жертву умилостивления, он узрит потомство долговечное И воля Господня благоуспешно будет исполняться рукою его Это предсказание воскресения Иисуса Потому что в предыдущих стихах говорится, что он был отторгнут от земли живых И когда дальше говорится, что он узрит потомство долговечное Это невозможно без воскресения из мертвых Исаия говорит, что душа Иисуса принесет жертву умилостивления За весь род человеческий Нашему уму это непостижимо Я верю, что когда Иисус висел на кресте Его тело испытало на себе все наши болезни А его душа понесла наши грехи Его святая и праведная душа стала воплощением нашего греха Своей жертвой он избавил нас от греха Через всю Библию прослеживается мысль, что грех может быть искуплен только через жертву Все ветхозаветные жертвы были пророческим прообразом жертвы Иисуса на кресте Одной жертвой он навсегда избавил нас от греха Прочитайте послание евреям под этим ракурсом О ветхозаветных жертвах мы читаем, что жертвами каждогодно напоминается о грехе Но эти жертвы не решали проблему греха Например, самая основная жертва, самая главная жертва, приносимая евреями в день искупления, имела срок годности один год Она не уничтожала грех, она покрывала грех на один год До времени принесения следующей жертвы В каком-то смысле она служила напоминанием о грехе Каждый год народ вспоминал, что есть грех и с ним нужно что-то делать Грех покрывался, но не уничтожался И в послании к евреям написано, что Иисус своей жертвой уничтожил грех И поэтому жертвы за грех уже не требуются Во втором послании Коринфянам, 5 главе, 21 стихе, Павел говорит об этом так Кстати, знаете ли вы, что в этом стихе Павел цитирует 53 главу Исаии, 10 стих? Дело в том, что в Ветхом Завете Приносимое в жертву животное Отождествлялось с грехом того, кто приносил животное в жертву Поэтому Иисус на кресте отождествил Себя с нашим грехом Павел говорит об этом так Ибо не знавшего греха Он сделал для нас жертвой за грех Чтобы мы в нем сделались праведными перед Богом Это очень просто, но в этом есть глубина Бог сделал Иисуса жертвой за наши грехи Чтобы мы стали праведными Его праведностью Только так можно избавиться от греха Будет очень полезно, если мы с вами сейчас вместе скажем сейчас эти слова Знали вы об этом или нет, но это правда Итак, давайте сейчас скажем это вместе Сначала скажу «Я», а вы повторите за мной Фраза за фразой Бог сделал Иисуса Жертвой за наши грехи Чтобы мы стали праведными Его праведностью А теперь поблагодарите за это Бога Спасибо, Господь Теперь давайте рассмотрим еще одно утверждение апостола Павла Записанное в Римлянам 8 главе 31 стих и ниже И снова речь идет о вседостаточности жертвы Иисуса Римлянам 8 глава 31 стих и дальше «Если Бог за нас, то кто против нас? Тот, который Сына Своего не пощадил, но предал Его за всех нас Как с Ним не дарует нам и всего? Если Бог дал нам Иисуса Он даст и все остальное Как с Ним не дарует нам и всего?» Я хочу повторить эту мысль еще раз Это удивительная мысль С Иисусом Бог дарует нам и все остальное Жертва Иисуса открыла нам Все неистащимое богатство Божьей милости и щедрости Нам не нужно искать другой причины Потому что ее просто не существует Жертва Иисуса — это единственная и всеобъемлющая причина По которой Бог изливает на нас Свою милость и благодать Это очень важно понять Потому что если вы будете приходить к Богу на основании чего-то другого Вы не найдете Его Потому что основание неправильное А Господь есть Бог истины Мы не можем приходить к Нему на основании добрых дел Или постоянного посещения церкви Или того, что мы из порядочной семьи Или потому что вы очень талантливый человек Бога это не впечатляет Для Него это недостаточный повод, чтобы излить на вас милость и благодать Милость и благодать даются тем, кто поверил, что Иисус стал жертвой за Его грех Что Он умер и воскрес Я призываю вас размышлять над этим каждый день Пусть это станет центром ваших мыслей, ваших слов и ваших поступков Если крест уйдет в сторону Вы лишитесь Божьей избыточной благодати Вас станет одолевать смятение и чувство вины Вы будете думать, где я ошибся Что я сделал не так Ответ простой Крест был вытеснен со своего центрального места Второй аспект креста, о котором я сегодня хочу поговорить Это то, что крест Это Божья сверхъестественная благодать Излитая в нашу жизнь Понимаете, христианство — это не свод правил Я помню, как однажды я сказал это на большом собрании Которое, по-моему, проходило в Штатах И я не думал кого-то этим удивить Просто сказал Мы все знаем, что христианство — это не свод правил Но в ответ я увидел на лицах людей Настоящие потрясения Я думаю, что они бы меньше удивились, если бы я сказал, что Бога нет То есть для меня это очевидно Христианство — это не свод правил Это не свод законов Израиль почти полторы тысячи лет пытался исполнить закон Моисеев И Павел пишет, что закон совершен Он справедлив, свят и добр Если говорить о законе, то лучше, чем закон Моисеев, еще ничего не было придумано Но если бы закона было достаточно, то Иисусу не нужно было бы приходить Иногда меня наполняет чувство иронией, когда люди говорят о благодати, но на жизни показывают, что не имеют понятия о том, что это такое Дорогие братья и сестры, поверьте, если закон Моисеев был бессилен, то закон баптистский тем более, и пятидесятнический, и католический Закон Моисеев был бессилен не потому, что в нем есть несовершенство, а потому, что несовершенство есть в нас Закон был бессилен из-за нашей плотской природы Я бы хотел прочесть, что говорит об этом Павел в 3 главе Послания к Галатам, в 11 и 12 стихах А что законом никто не оправдывается перед Богом, это ясно Потому что праведный верой жив будет А закон не по вере Но кто исполняет его, тот жив будет им Павел говорит, что никто не может оправдаться перед Богом, исполняя закон В основном, конечно же, имеется в виду закон Моисеев Но то же самое мы могли бы сказать и в отношении любого другого закона Никаким законом никто не может оправдаться перед Богом Не существует такого закона, который можно оправдаться перед Богом Никто не станет праведником от закона Я вижу выражение удивления на некоторых лицах И я этому не удивляюсь Создается такое впечатление, что христиане почему-то упорно не хотят замечать эту истину В Библии многократно повторяется, что невозможно достичь праведности исполнением закона Но почему-то большинство христиан, с которыми я сталкиваюсь, где-то в сердце продолжают думать, что если они соблюдают правила и традиции, то Бог ими доволен Неправильно Богу это не нужно Это не производит плоды, которые ожидает Бог Даже больше того, это производит прямо противоположные плоды Мы привыкли называть таких людей законниками Они говорят, что моя церковь, моя деноминация, самая правильная Только наша церковь праведна перед Богом Если вы не верите так, как мы, Бог недоволен вами Законничество раскалывает церковь на мелкие группы, каждый из которых соблюдает свои собственные правила В чем тогда цель Креста? Какое должно быть наше отношение к Нему? Мой ответ очень простой, хотя на практике это не так просто Цель Креста — положить конец нашей мудрости и нашей силе И показать нам их полную несостоятельность Когда закон, когда заканчивается последняя капля нашей силы Начинается Божья благодать Некоторые из вас сейчас проходят через определенные трудности И вы не понимаете, почему Бог не прекратит все это Может быть, ответ в том, что Бог медленно, но уверенно подводит вас к вашему концу Он хочет, чтобы вы поняли, что даже самое лучшее, на что вы способны, очень-очень далеко от совершенства Вам нужно прийти к концу, который станет началом чего-то нового Я снова возвращаюсь к посланию Коринфянам Как я уже говорил, мне нравятся первые главы этого послания Бог долго готовил меня, чтобы я мог учить на эту тему И даже позволил мне немного поизучать философию В 1 Коринфянам 1 главе 22 и по 25 стихи мы читаем Ибо иудеи требуют чудес И эллины ищут мудрости До сих пор ничего не изменилось И я лично верю, что мы не имеем права проповедовать евреям Евангелие, неподтвержденное сверхъестественной силой Я не собираюсь в это углубляться, но я вижу в Новом Завете именно это Ибо иудеи требуют чудес, и эллины ищут мудрости А мы проповедуем Христа распятого Что мы проповедуем? Христа распятого Не просто Христа Можно говорить о Христе как о великом Учителе, Пророке Но в этом не будет силы Мы должны проповедовать Христа распятого Для иудеев соблазн и по сей день И для эллинов безумие и по сей день Для самих же призванных иудеев и эллинов Христа Божью силу и Божью премудрость Сила и мудрость Христа открываются только тогда, когда заканчивается наша сила и наша мудрость Дальше Павел говорит замечательнейшие слова «Потому что немудрое Божие — премудрее человеков И немощное Божие — сильнее человеков» Скажите одним словом Что это за немудрое Божие и немощное Божие? Правильно, это крест Трудно вообразить себе что-то еще более немощное, чем человек, умирающий в муках на кресте И невозможно представить что-то более еще немудрое, чем то, что Бог послал своего единственного сына, который умер позорной смертью преступника В этом нет ничего, кроме слабости и глупости Но когда вся наша мудрость и вся наша сила и порядочность подходят к концу Мы с изумлением открываем для себя Что в Евангелии есть сила Которая намного превосходит человеческую силу И человеческую мудрость И превосходит всякое разумение Я знаком с греческой философией и не могу не согласиться с истинностью этих слов Все так и есть, без никаких преувеличений Божья сила, явленная через крест Превосходит любую человеческую силу А Божья немудрая оказывается мудрее всего человеческого Для нас нелегко отказаться от своей силы и мудрости Мы вцепились и держимся за них Помните эту сценку, когда женщина предлагает шикарное платье взамен на старый халат? Она с радостью готова принять платье, но ей не хочется расставаться со старым поношенным халатом Мы точно такие же Мы просим у Бога силы и мудрости Но мы не хотим распрощаться со своей силой и мудростью С Богом это не проходит Мы должны прийти к концу своей силы и своей мудрости Для того, чтобы Бог излил для нас свою благодать Моя мысль находит подтверждение в словах апостола Павла во 2 Коринфянам 12 главе Кстати, вы замечали, что первое послание к Коринфянам сегодня популярнее, чем второе? Знаете почему? Потому что в первом послании говорится о дарах, о служении и тому подобном А во втором — о слабости и страданиях А об этом никто не хочет говорить Итак, 2 Коринфянам 12,7 Павел говорит о себе «И чтобы я не превозносился чрезвычайностью откровений» Знаете, к чему приводят откровения? Очень часто откровения приводят к гордости А Бог так сильно любил Павла Что он ну просто не мог допустить, чтобы это случилось с ним Для этого Бог позволил ангелу сатаны следовать за Павлом по пятам И возбуждать против него нападки и гонения, чтобы Павел не возгордился Кто не хочет быть гордым? Слава Богу Все У Бога есть разные методы, порой очень неожиданные Вот слава Павла «Чтобы я не превозносился чрезвычайностью откровений, дано мне жало в плоть» Выражение жало в плоть Позаимствовано из Ветхого Завета Когда Иисус Навин говорил израильтянам, что если они не истребят хананеев полностью, то они будут как жало в их плоти И в этом смысле у многих из нас сидят жало в плоти Мы вошли в обетованную Богом землю, но не уничтожили каких-то хананеев В последнее время Бог часто говорит к нам с Руфью, что мы должны истребить хананеев Но в случае с Павлом причина была в другом Бог дал ему жало в плоть Он говорит «Дано мне жало в плоть, ангел сатаны» В другом переводе говорится «посланник сатаны», но в сути это одно и то же «Дано мне жало в плоть, ангел сатаны, удручать меня, чтобы я не превозносился» Если сравнить биографию Павла и биографии других апостолов, то очевидно, что скорби Павла были совершенно особенными Практически в каждом месте, куда он приходил, начинался мятеж Порой было достаточно какой-то мелочи Например, в Филиппах Павел изгнал нечистого духа из прорицательности И уже через несколько часов он сидел в тюрьме под усиленной охраной Это нелогично Это не поддается никакому объяснению Но за всем этим стоял ангел сатаны, который производил все эти возмущения в народе Практически везде события развивались по этой же схеме Происходило или пробуждение, или мятеж, или и то, и другое вместе Кто знает, может быть, если пробуждение и мятеж — это как две стороны одной медали То нам нужно и то, и другое Но не будем об этом рассуждать Как вы думаете, Бог отвечает на молитвы апостола? Конечно, но в этом случае Павел говорит «Трижды молил я Господа о том, чтобы удалил его от меня, но Бог не удалил» Иногда люди жалуются, что Бог не отвечает на их молитвы В таком случае я иногда говорю, что «нет» — это тоже ответ «Но Господь сказал мне, «Довольно для тебя благодать моей, ибо сила моя совершается в немощи» Подумайте, как люди могут разглядеть в нас Божью силу, если мы и без Бога вроде бы ничего Но когда наши силы истекают, то все, что видят в нас люди — это Божью силу Сила Божья совершается в немощи Давайте скажем это все вместе «Сила Божья совершается в моей немощи» Теперь слабость для вас не будет проблемой, да? Бог услышал то, что вы только что сказали Так что если что-то случится, не жалуйтесь на меня Я часто говорю о бесповедании Но я еще никогда никого не простил произнести слова, которые для меня самого много лет оставались загадкой Послушайте, что говорит Павел Посему я гораздо охотнее буду хвалиться своими немощами, чтобы обитала во мне сила Христова Посему, послушайте, что он говорит Посему я благодушенствую в немощах, в обидах, в нуждах, в гонениях, в притеснениях за Христа И когда я немощен, тогда силен Я не буду просить вас повторить эти слова Потому что мы не играем в игры Лично о себе могу сказать Что даже в самые успешные моменты своей жизни я готов говорить эти слова Только подумайте Я благодушенствую, не переношу, не претерпеваю, не смиряюсь, а благодушенствую В немощах, в обидах, в нуждах, в гонениях Почему, спрашивается? Почему? Потому что я понял, что когда заканчивается моя сила Когда заканчивается моя мудрость, мои возможности Тогда начинается Божья благодать Я люблю повторять, что благодать начинается там, где заканчиваются человеческие возможности Зачем вам благодать, если у вас и так неплохо получается? Зачем Богу зря тратить свою благодать? Но когда вы должны сделать то, на что у вас нет сил Тогда Бог изливает на вас свою благодать Давайте откроем послание Галатам, 2 главу, 20 стих Это еще одно личное исповедание апостола Павла Вообще, Павел часто исповедует свою веру и свои убеждения Я хочу предложить вам исследовать Новый Завет И попробовать найти хоть одно негативное исповедание Кого-либо из апостолов Вы не найдете такого Какой-то замечательный пример для нас А потом посмотрите на современную церковь, включая служителей И что вы услышите? Почти все негативное Я не могу это Я этого не чувствую Мы не сможем У нас не получится Павел так не говорил И дело не в самоуверенности А в осознании своей бессильности В Галатам, 2, 2 Павел говорит Я сраспялся Христу И уже не я живу Но живет во мне Христос А что ныне живу во плоти То живу верой в Сына Божьего Возлюбившего меня И предавшего себя за меня Другими словами, Павел говорит Что благодаря жертве Иисуса на кресте Моя жизнь окончена Павел умер И уже живу не я А Христос живет во мне А это мы сможем сказать Все вместе Конечно, если хотите Только чтобы вы потом меня не обвиняли Давайте только те, кто хочет Я сраспялся Христу И уже не я живу Но живет во мне Христос А что ныне живу во плоти То живу верою Сына Божьего Возлюбившего меня И предавшего себя за меня Походу я перешел на дословный перевод этого места В верою Сына Божьего Не своей верой Но верой, которую дает Иисус Я убежден, что в этом ключ к пониманию новозаветней святости Я надеюсь, вы согласитесь со мной Что сегодня в церкви редко говорится о святости Но Библия говорит, что без святости никто не увидит Господа В Ветхом Завете Святость понималась как исполнение законов и постановлений Одна из глав книги чисел заканчивается словами «Будьте святы, потому что я свят» В первом послании Петра, первой главе Петр цитирует этот стих и говорит «Будьте святы, потому что я свят» Тем не менее, есть огромная разница Новозаветняя святость имеет мало общего соблюдения законов и постановлений Это понятно? В Новом Завете святость достигается не через соблюдение законов и постановлений Новозаветняя святость — это сораспятие со Христом С тем, чтобы Он жил через нас Не я, а Он Это вопрос покорности и совместных усилий Ваших и Бога Я часто вспоминаю историю об одной женщине Которая удивляла окружающих своей святой жизнью Когда ее спросили, как она побеждает искушение Ответ был такой Когда дьявол стучится в мою дверь, я зову Иисуса, чтобы он открыл ему дверь Не я, но Христос Не воинством, не силою, не накачиванием духовных мускулов А повиновением Нужно позволить Христу делать Его работу в нас И через нас, и для нас В 15 главе Иоанна эта же мысль выражена через образ лозы и ветвей Иоанн, 15 глава 1 стих, затем 4 и 5 стихи Иисус говорит «Я есмь истинная виноградная лоза, а Отец Мой виноградарь» Тут я хочу сказать, что мы не должны позволять людям обрезать нас Поняли? Есть только одна личность, у которой есть достаточно понимания и чуткости, чтобы обрезать нас Это Отец В некоторых церквях лидеры берут на себя смелость обрезать своих овец Бегите от таких лидеров Как бы вам чего-то ни того не обрезали Я сам с этим столкнулся Это не теория Бог, Отец, это виноградарь И он знает, что и как нужно обрезать Ответственность служителей заключается в том, чтобы помочь Божьему народу Покориться Божьему обрезанию и поддерживать их в этом процессе Ну, давайте продолжать дальше В 4 и 5 стихах этой же главы мы читаем «Прибудьте во мне, и я вас Как ветвь не может приносить плода сама собой, если не будет на лозе Так и вы, если не будете во мне Я есть млоза, а вы ветви Кто прибывает во мне, тот приносит много плода Ибо без меня не можете делать ничего В чем же смысл этого образа? Вы когда-нибудь видели, чтобы ветка изо всех сил напрягалась и старалась принести плод? Такого не бывает, правда? Почему ветка приносит плод? Потому что она питается соком лозы В этой притче есть и Отец, и Сын, и Святой Дух Иисус — это лоза, Отец — винограды, а Святой Дух — это сок Этот сок растекается в каждую веточку В каждый уголок И производит плод Само слово «плод» говорит о том, что здесь вопрос не в старании Деревья плодоносят не потому, что они стараются Так же и христиане не могут принести плод своими стараниями Мы должны успокоиться от всех своих страданий И в каком-то смысле от наших хороших дел Мы должны оставить не только грех Но так же и то, что мы вроде бы неплохо делаем Мы должны прийти к концу самих себя и отдаться Иисусу И тогда мы вместе с Павлом сможем сказать Это один из моих любимых стихов Сегодня он у меня весь день вертится в уме Я не чувствовал себя достойным, чтобы учить на эту тему Для меня учение о кресте — это очень серьезно Итак, в Филиппийцам 4 главе 13 стихе Павел говорит Запомните его слова Павел говорит «Все могу в укрепляющем меня Иисусе Христе» В моем переводе этот стих звучит еще лучше Это моя личная версия, которая звучит так «Все могу благодаря тому, кто усиливает меня изнутри» У меня нет времени пояснять это, но я верю, что это лучший перевод Будет очень хорошо, если вы сейчас делаете вздох облегчения Расслабитесь и скажете вместе со мной «Все могу благодаря тому, кто усиливает меня изнутри» Давайте скажем еще раз «Все могу благодаря тому, кто усиливает меня изнутри» Только через крест высвобождается Божья благодать И это вторая причина, почему нам нужен крест Даже если вы знаете все учения и принципы Без креста вы не сможете их выполнить Если вы не имеете доступа к Божьей благодати То правила и законы станут для вас чашким непосильным бременем И неудивительно, если в конце концов вы поймете, что вы не в состоянии выполнить закон Так и есть, вы не в состоянии, и я тоже Это под силу только одной личности Иисусу, правильно Когда Он живет через нас Когда мы закончились и открылись для Него Он делает это в нас И если в первый раз у нас не получилось Он не отвергает нас Он поправляет нас, показывает ошибки И дает следующую попытку Он очень терпелив Я живу с Господом уже 48 лет И глядя на все свои ошибки и на все свои падения Я поражаюсь, как Бог до сих пор любит и благословляет меня Если вы живете с Богом меньше меня То я хочу сказать вам только одно Не отчаивайтесь Он может строго наказать вас Обличить вас Сделать что-то, чего вы не понимаете Но Он никогда не поставит на вас крест Некоторые из вас имеют неприятные детские воспоминания Родители не понимали и не любили вас Знайте, что теперь у вас есть новый отец Это Бог Он очень терпелив, очень чуток и нежен Но в то же самое время Он строг И теперь третья причина Почему нам нужен крест Через крест высвобождается сверхъестественное подтверждение проповеди Евангелия Давайте вернемся к 1 Коринфянам 2 главе 1 Коринфянам 2 глава 4 и 5 стихи И слово мое и проповедь мое не в убедительных словах человеческой мудрости В другом месте Павел пишет о своих критиках, которых у него было немало Что они говорят, что он, Павел, в личном присутствии слаб и речь его незначительна Павел не был великим оратором Я думаю, что величайшим оратором среди апостолов был Петр У него был просто дар красноречия Прочитайте его послание и убедитесь в этом Историки считают, что Павел был невысоким и выглядел совершенно не впечатляюще Он не полагался на свое красноречие и мудрость Больше всего Павел полагался на сверхъестественное подтверждение Евангелия чудесами и знамениями И в этом случае тоже мы должны подойти к концу себя и своих методов Когда наши возможности исчерпаны, но мы не оставляем веру Тогда Бог начинает делать чудеса Давайте дочитаем этот стих И слово мое и проповедь мое не в убедительных словах человеческой мудрости, но в явлении духа и силы Дух Святой может быть явлен Хотя он невидим, его можно увидеть в его делах В чудесах и знамениях, которые он совершает Так сам Бог подтверждает свое Евангелие Читаем дальше Чтобы вера ваша утверждалась не на человеческой мудрости, но на силе Божьей Мое прошлое помогает мне по достоинству оценить этот стих Философские концепции, которые я изучал 50 лет назад, сегодня уже устарели Если бы я построил свою жизнь на этом основании, то сегодня от этого основания остались бы только развалины Но когда я встретился с Иисусом, я пережил сверхъестественную Божью силу Я бы хотел прочитать слова Павла, записанные в послании к Риминам, 15 главе 15 глава, стихи 18 и 19 Ибо не осмелюсь сказать что-нибудь такое, чего не совершил Христос через меня В покорении язычников в вере, словам и делам Я осмелюсь говорить только о том, что Христос сделал через меня, а не о том, что я сделал без Христа Силою знамений и чудес, силой Духа Божьего Так что благовествование Христово распространено от Иерусалима и окрестности до Иллирика Без знамений и чудес наша проповедь неполная Мы проповедуем неполную проповедь Я хочу объяснить эту мысль В конце 50-х годов я работал завучем в педагогическом колледже в Кении, в Восточной Африке В те годы африканцы жаждали получать образование Они были готовы учиться в институтах и выполнять все наши требования Если, например, мы говорили, что они должны принять крещение, они крестились Если мы говорили петь песни, они пели песни, потому что от этого зависело их будущее Где-то через год я начал замечать, что некоторые из них просто лицемерят ради образования Было очень мало сердечного послушания Однажды я созвал всех студентов, их было где-то около 120 человек И поблагодарил их за взаимодействие и готовность выполнять наши условия Я понимаю, сказал я, что от этого зависит ваше будущее И вы хорошо делаете, что стараетесь Но я знаю, что у многих из вас по-прежнему остается неотвеченным один важный вопрос Вот этот вопрос Библия — это Божья книга или книга белых, которую черным читать не нужно? Они удивились, потому что так и думали И более того, продолжил я Я не могу дать вам ответ на этот вопрос Но, возможно, вы сами себе ответите, если переживете на себе сверхъестественную Божью силу Поэтому вы узнаете, что эта книга написана не в Америке, не в Англии, а на небе На этом я их оставил Всеми своими силами, как это только было возможно, я пытался привить им любовь к Богу Теперь наступило время ждать Я ждал и молился шесть месяцев И потом Бог излил на них Святой Дух По вечерам в общежитии никого нельзя было уложить спать Все молились И в последующие шесть месяцев Бог обильно благословлял этих африканцев духовными дарами В это время среди миссионеров бытовало мнение, что от африканцев не стоит ждать большой духовности Может быть, это и так, если смотреть по-человечески Но, слава Богу, перед Богом все равны И у всех одинаковые возможности Жизнь моих студентов изменилась коренным образом Когда они пережили на себе сверхъестественную Божью силу Мы видели, как два человека воскресли из мертвых Два студента Парень и девушка Я вам расскажу, как это произошло с девушкой Она серьезно заболела И, как обычно поступают в таких случаях африканцы, уехала в деревню Спустя какое-то время приехал ее брат на велосипеде И сообщил, что Тереза была при смерти Мы с моей первой женой Лидией Мгновенно сели в машину Велосипед прикрепили на крышу И отправились в дальний путь Когда мы добрались до деревни Было уже слишком поздно Она умерла Ситуация напомнила мне историю из Евангелия Плачущие родственники Гори, слезы Мы с Лидией зашли внутрь У нас не было никаких планов Но мы просто склонились по обеим сторонам койки И начали молиться И через какое-то время она встала Это произошло не моментально Ее первые слова были «У вас есть Библия?» «Да» «Прочитайте Псалом 40» Я прочитал Мы не знали, почему Но когда она умерла, ее дух вышел из тела И попал в прекрасное место, где было много света И какой-то человек читал 40-й Псалом И ей не терпелось узнать, что было в этом Псалме Поверьте мне, такие ситуации очень способствуют послушанию Сердечному послушанию Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!